Вот фары мои, я их храню и буду хранить. Разбитая машина, сотрясение. Последствия обычной просьбы переставить машину. Наталья Лавренова торопилась по делам, но её автомобиль оказался заблокирован другой машиной, хозяин которой уступить явно не собирался. Подъехал, припарковался вот так, что я не могла сесть. Я попросила молодого человека отъехать, на что он начал посылать меня всякими матами, нецензурной бронью выражаться и обзываться. Словами дело не ограничилось. Молодой человек набросился с кулаками. Соседи стали невольными свидетелями конфликта. Прийти на помощь никто не решился. Всё это происходило на глазах отца Дебошира. Он только наблюдал со стороны. Подобные ситуации не редкость. Во дворах многоквартирных домов парковочных мест мало. Жалуются автолюбители. Особенно остро такая проблема стоит во дворах новостроек. Существуют нормы проектирования, которые определяют количество парковочных мест при строительстве того или иного дома. В зависимости от количества этажей, от количества квартир, нормативное количество нормы нам дают. По словам специалистов, парковка – территория общего пользования. Поэтому машину можно ставить в любое свободное место. Закон также позволяет купить участок под стоянку. Парковки внутри двора, как и весь земельный участок внутри двора, являются общей совместной собственностью всех собственников дома, всех жильцов. И эту общую совместную собственность невозможно выделить в натуре, то есть невозможно определить конкретный кусочек земельного участка, который будет принадлежать кому-либо из жильцов. Но это ограничение не распространяется на подземной парковке. В ситуации Натальи Лавреновой сейчас разбирается суд. Обидчик уже понёс наказание за избиение. Потерпевшая намерена добиваться компенсации за автомобиль. Судебное заседание назначено на ближайшие дни. Ольга Энгельс, Константин Воробьёв, Новости дня.